Продолжение следует... И будем общаться. Ну, а пока, Ян, прошу вас, продолжайте. Бесконечные преследования, погромы, клевета, наветы объединяла евреев всего мира. Поэтому сионизм в начале малочисленной политической течения смог за короткое время вырасти в огромное и наиболее сплоченное движение в еврейском мире. Когда в 1948 году было провозглушено государство Израиль, евреи стали первым народом в истории человечества, которые вернули себе родину после двух тысяч лет своего изгнания оттуда. После, значит, убийства царя Александра II в 1881 году в России вспыхнули погромы и началась массовая эмиграция евреев в Соединенные Штаты. Но несколько тысяч русских евреев приехали в Эрис-Израиль. И на следующий год была основана новая еврейская организация. Она называлась Билу. Название образовано из начальных букв четверостишее пророка Исаии. Бейт Яков Леху Венельяха. Дом Якова. Отправляйся в путь. Основатели Билу верили, что для евреев пришло время не только поселиться в стране Израиль, но и обустроиться там надолго. Через 15 лет эта мечта, чтобы евреи жили на родной земле, стала одной из ключевых задач международного сионистского движения, которую организовал Теодор Герцель. Что же заставило преуспевающего венского журналиста Теодора Герцеля обратиться к сионизму? Конечно, это было дело Дрейфуса и волна антисемитизма во Франции. А Герцель в то время освещал для своей венской газеты этот процесс Дрейфуса. В человеческой истории много примеров о способности людей делать зло. Короткая жизнь Теодора Герцеля, он прожил всего лишь 44 года, дала неопровержимое доказательство способности человека сделать много добра. Герцель превратил сионизм в международное движение. Он часто повторял призыв «Им Тирцу Эймсо Агада». Если вы хотите этого, то это уже не легенда. Это он написал маленькую брошюру, всего лишь 63 странички. Дер Юденштадт, еврейское государство, где обрисовал программу создания и объяснил, почему это необходимо и возможно. В конце этой маленькой книги он написал «Разрешите мне еще раз повторить, те евреи, которые хотят иметь свое государство, будут его иметь». В 1897 году в швейцарском городе Базу, где проживало менее 1000 евреев, состоялся первый всемирный сионистский конгресс. В нем участвовало 204 делегата из 19 стран. Позднее Герцель заявил, что именно здесь, на этом конгрессе, я создал еврейское государство. И если я сказал это сегодня, меня осмеяли бы. Возможно, через 5 лет, и безусловно, через 50 каждый увидит это сам. Такое точное предсказание. Израиль был создан ровно через 51 год после первого базальского сионистского конгресса. На втором конгрессе через год уже присутствовало 394 делегата, в два раза больше. Среди них был и Хайм Вейцман, уроженец России, который стоял ближе к Герцелю и после его смерти в 1904 году занял его пост. Последний из конгрессов вне Израиля был проведен в том же Базале после войны в 1946 году. Мы уже так, что вот когда есть идея и когда есть человек, который может вокруг себя собрать людей под знаменами этой идеи, как видите, все оказывается возможно. Это было нелегко, это было очень и очень тяжело, стоило много усилий и много крови. Но Израиль был создан 70 лет назад, создано прекрасное, замечательное государство, небольшое, но процветающее. Как-то мы с вами уже говорили, я уже говорил о двух языках, на которых говорили европейские евреи. Это и евреи Испании и Португалии, это Идыш и Ладина. Но сегодня главным языком, на котором говорит половина мирового еврейства, это еврит. И возрождение этого языка – одно из самых малоизвестных чудес 20 века. Главная фигура этого чуда – Элизар Бен Иегуда. Сегодня, как бы само разумеется, что еврит – это официальный язык Израиля. Однако, еще сто лет назад никто не пользовался им в повседневном быту. Конечно, еврейские молитвы звучали на еврите. Иногда, если какой-нибудь грамотный еврей посетил далекую страну и, не зная языка местных евреев, мог бы как-то объясниться на еврите с таким же, как и он, знатоком. Вот и все. Еврит, как разговорный язык, умер, как латынь. Еще не было случая, чтобы мертвый язык воскрес. Итак, Элизар Бен Иегуда был помешан на возрождение еврита. Когда в начале 20 века он женой прибыл в Израиль, они дали обет говорить только на еврите. Но как говорить на древнем языке, в котором даже не было слов для выражения элементарных вещей современного мира? И, например, ну, еврей, понятно, это язык, на котором он богат словами, относящий к философии, к религии, к каким-то храмовым обрядам или каким-то сельским, как сеять или убирать урожай. Но это все. Это был язык древности. Ну, как сказать простые слова, которых тогда не было? Как сказать учук или газета или зубная паста или зубная щетка? Но Бен Иегуда настаивал, чтобы иметь свою землю, свою политическую жизнь, надо иметь свой язык. Мы должны знать и создать еврит. И он посвятил всю свою жизнь изданию современного словаря еврита. Он образовал тысячи, десятки тысяч новых слов. Закончив в детстве всего лишь Иешиву, он оказался очень талантливым лингвистом. Ну, к примеру, в еврите есть слово «мила». Значит, обозначает, ну, просто обозначает слово. «Мила» – это слово. А Иегуда добавил одну букву. Получилось «милон» – словарь. Ну и так далее. Это, на хибру это время, Иегуда добавил еще пару букв. Получился и тон газета. Его подвиг даже трудно с чем-то сравнить. Тридцать лет собственной жизни. Конечно, потом это дело создания современного языка еврита. Он же не подхватили и десятки, и сотни других. Был создан специальный институт по созданию языка. Все это придало современную форму. Ну, вообще, само чудо создания языка для меня – это действительно одно из самых значительных чудов. Вот создать, возродить язык древности, ну, в котором небольшой словарный запас, издать язык современности – это, конечно, чудо. Латыни тоже по-прежнему преподают в каких-то лингвистических институтах. И я вам скажу, латынь – очень красивый язык. Я бы был рад его изучить, но просто купил себе словарь, латино-английский словарь. Я вам скажу, чем для меня привлекательна латынь. Там одной короткой фразой, двумя-тремя словами можно выразить и передать очень глубокий смысл. Может быть, поэтому так латынью пользовались. И такое огромное количество изрешений на латыни. Почему я начал сегодня передачу, не останавливаясь подробно ни о чем, а дал вам такой общий обзор не столько даже иудаизма или евреев, сколько меня, как и всех, наверное, вас, удивляет само чудо. Ну, что это такой народ, который… Событие произошло там более трех тысяч лет назад. Ну, как говорят там историки, приблизительно они суживают это время. Три тысячи триста лет назад произошел исход евреев из Египта. Три тысячи триста лет тому назад. И вот уже на протяжении трех тысяч лет народ, находившийся в изгнании, народ, который почти исчез в XVIII веке, во всем мире жило, ну, где-то полтора миллиона евреев, который был несколько раз поставлен на грань полного уничтожения. И вот этот народ сохранил свои традиции, сохранил свой праздник, и главным из них поставил праздник свободы, праздник освобождения. Ведь это довольно редко, потому что основная масса всех праздников, традиционных, религиозных, она связана именно с религией. Вот, например, в это же воскресенье весь западный мир будет праздновать Истер. Некоторые люди спрашивают, а почему Истер, а почему не Пасха, почему не Песовар? Вот тут интересный такой момент. Истер, это празднуется в честь англосаксонской богини Истера. Когда первые католические монахи прибыли в Англию и в Ирландию, это где-то был шестой век нашей эры, что они сделали? Они сделали то, что уже было и в других странах. Они решили приспособить христианские праздники не вопреки существующим в этой местности уже сложившимся тысячелетиями или столетиями праздникам, а взять какой-то известный праздник и перенести на него христианский праздник. Так же и произошло. Например, англосаксонский мир очень пользовался Истера, это богиня плодородия в Англии. И, конечно, она широко отмечалась весной и время посадки, временное начало сельскохозяйственных работ и так далее, и так далее. И вот монахи взяли и решили, зачем трогать? Давайте сделаем Пейсах, Пасху, как раз объединим его с Истером. Так же ведь произошло и Крисмос 25 декабря. Кто сказал, что Христос родился 25 декабря? Ну, конечно, нет. Но в Риме пользовался в то время, широко, значит, отмечался праздник, который Рим праздновал столетиями, праздник Солнца. И опять, ах, празднуется один праздник, значит, давайте сделаем это одновременно и праздником, значит, вот день рождения Иисуса Христа. Возьмем Истер и будем праздновать, значит, Пасху. Ну, и евреи оказались более так, более придержаны к своим традициям. Они 3000 лет, потому что в Торе четко заказано, что Пасху надо праздновать 15-го числа месяца Ниссан. Ну, а так как еврейский календарь луны, и это число может колебаться. Это число может быть и в апреле, и даже в начале мая приблизительно. А вот что касается Истера, или тогда это же позже, то Истер-то появился в Англо-Саршонских странах, это VII век. А ведь перед этим, еще в III веке, когда христианство стало главной религией Римской империи, вот тогда на I в Никейском соборе было точно указано, когда надо праздновать Пасху. И тогда было сказано, что Пасху надо праздновать не, значит, в начале появления полного полнолуния и дня весеннего равнодействия. То есть дали такой период, что Пасху праздновать можно, ну, приблизительно это тоже число колеблется в течение одного месяца. Вот такова краткая история религиозных праздников. У меня остается только пожелать вам хоро-ро. Взаимный, Ян, будьте здоровы, хороших вам праздников и до новых встреч!